У нас привал... Заткнись, идёт контент. У нас привал, я сказал контент, записываю, блин. Заткнись, пожалуйста, закрой этот колодец любви. Короче, и с тех пор, как мы нашли... Чё мы нашли? Горнила. Горнила первого ламени, закрой, погаси. Мы нашли... Дай мне сигаретку тоже. Рот закрой. Контент идёт. Контент. И мы нашли... Блядь, ты меня сбиваешь. Я проникаюсь к тебе добротой, не это самое. Начинает меня колбасить. Короче, после того, как нашли шестерёнку любви, мы нашли ещё сейчас недавно... И теперь я блондинка. И теперь я блондинка. И теперь я нашёл ключ, велосипедный ключ любви. От велосипеда любви. Посмотрите, какая прелесть. Причём в прямом смысле. Сохранный. Там рядом гамдун был. 90 какого? С его 7-го года? В 2007-го года лежал презерватив французский. 97-го. Назывался Огненный поцелуй. Мы его не стали брать. Если был бы гороскоп любви, я бы сейчас взял, потому что мы... Ой, совершенно в другом краю от коти любви. Я бы здесь, конечно, прочитал свежий гороскоп, но его нет. Посмотрите, какой сохран... Вот это велосипедный ключ любви от велосипеда любви. И вы знаете, что он девичий. Вы знаете, как различать... Ты знаешь, как различать вот такой велосипедный ключ любви парняцкий? У мальчикового не в пуклости, а в выпуклости? Нет, думай. Ну, ты не знаешь, наверное, просто потому что... А, ну, одна дырка, да, будет? У пацановского? Пацанского? А как это одна дырка? Ну, две. Ладно. У девчачьего три. Не, ну, они, в принципе, ты видела... Такой... Вот ты говоришь, одна-две дырки. Ты такой видела вообще велосипедный ключ любви? Он выглядит так же. У него есть различия. Ну, то есть, вот этот девчачий ключ, посмотри, то есть, значит... Вот она, когда едет на велосипеде любви к там, к любимому, в деревню Пиздюково куда-нибудь там... Взяла велосипед после работы или после школы, после учебы там... Нет, школа не надо, там еще нет 18. Ключ любви не выдают, ключ любви после 18 выдают. Ты опять не втираешь какую-то дичь? Нет, смотри, почему девчачьи, объясняю. Видишь, здесь есть три отверстия для измерения, ты понимаешь, чего. То есть, она едет, ну, к возлюбленному приезжают, а он с друзьями бухает. Да ну, что-то какой-то любимый у нее. И вот, которая у кого из друзей окажется вот под большую... А, вот это вот под эти, да, бубенчики? Да! Вот, видишь, вспомнила! А вот эти вот тоже, они измеряются не только... Вот это как диаметр, он туда просовывает. Вот это она обхватывает просто. Все карандаш проще купить, вон... Вот здесь еще под мужские сосцы все, вот. То есть, вот, девчачи... Так чем? Я теперь тебе, блядь, вопрос задаю. Кстати, у меня сегодня секси-нога... Хе-хе-хе-хе... Секси-нога. Секси-нога особенная. Ты по жизни сидишь секси-нога. Посмотри, такое впечатление, что в натуре, блядь, какой-то слон сидит. Солнечный, видишь, лучики. Тут у меня, ребята, такие галоши, сапоги какие-то, хуй знает. В них можно, ну, не знаю, хоть на башку надеть. Давай! Ты так и делаешь, когда никто не видит. Давай думай, чем отличается пацанский ключ любви. Да не, махит мне это надо. Так, я всем объясняю. Запоминайте, вот это девчачий. Пацанский, у него в виде отвертки такой еще, знаешь, отросток есть. То есть, пацану не только дырки нужны, чтобы измерять. Ему вообще срать. Ему главное вот эта хуйня, вот фаллическая, вот этот фаллический символ есть в виде отвертки. То есть, у... Короче, у шкуры, у них велосипед, ну, вот ключ любви, у них нет отвертки. Как ты девушек называешь? Только пацан... Шкурами. Фу, хатфу! Ну, она может... Хатфу, хатфу! Ну, это, у девочек есть только такие, у пацанов еще отвертка есть на велосипедном ключе любви. Вот они отличаются чем. А святой Хаббл на тебя жил? Потому что они же с друзьями, как все, а ты знаешь, что лучшее влагалище это очко товарища. Святой Хаббл на тебя жил. Ребята, ну и мы нашли на самом деле два артефакта любви. Мы не будем делать два видоса, мы сейчас просто второй артефакт сюда же. Причем он полный. Посмотрите, вот, казалось бы, ну нахуй, они опять какую-то дичь нашли. То, блядь, крем для волос. То есть, нет, ребят, это не здесь. Сейчас объясню, в чем прелесть этого... Дефталар любви. Дефталар или дефталак? Лар. Смотрите, репеллент пенный или ленный. Смотри, дефталар любви. В чем прелесть? В комарах нарисовывается. Да не в комарах, а в том, ребята, сколько ему лет, блядь. Посмотрите, сейчас мы переворачиваем, откопали в земле. Вы видели, какой сохран? Вы думали, мы сейчас принесли и потеряли. Посмотрите, какая прелесть. Надо вот что искать, нахуй. А вот зачем они ищут все эти монеты, хуеты? Да это неинтересно, боже, интересно. Посмотрите, вот эта хуйня... Там, блядь, а спрыгаешь, когда найдешь. Дефталар. Ребята, вы видите, это что у нас получается? Май 1997 года. Если вы, блядь, умеете... Где описано, что май? Вон, пятый месяц. Где? Да вон, блядь, стоит пять, посмотри там, вон. Дата выпуска стоит пять. Май. Это пятая группа по электробезопасности. Зажигалку дай, пока я тебе не наказал. У нас так пятая группа по электробезопасности. Ты сначала выполнишь, что я сказал, потом будешь комментировать. Я крутой? И вот смотрите, 97-й... Вы можете, блядь, вообще считать. Сейчас 2020-й. Вы можете представить вот этому Дефталару? 23 года, блядь. 23 года он пролежал в земле. Его акционерное общество Орнест сделало. Вон, видите? Город. Город Невинномыск. Ёбаный. А мы город-то, блядь, еще не читали. Ты? Тебя вот осудят Невинномыскцы. За что? Невинномыск. Я пиарю, я пиарю ихний Дефталар 23-х летней давности. Невинномысквичане. Смотри. Невинномыск. Да где, блядь, вообще такой? У тебя сейчас 4G здесь? Да. Давай посмотрим, где такой город. Он вообще существует или нет? Да почему нет? Город, ребята, смотрите. Невинномыск. То есть какой-то мыс какой-то невинный, блядь. Или мозг невинный? Невинномыск. Невинный мыск. Двойная S. Ребят, сейчас Олеся ищет. У нас здесь 4G в лесу, блядь. Вообще заебись. На кучу надо. Можно жить, блядь. Аж. А, нету 4G? Нет. Ну нам тогда не найти, ребят. Дома найдем. Все найдем. Да на Ашке, блядь. Будем тут до утра сидеть ждать, где этот Невинномыск, блядь. Ребята, то есть смотрите. Город в России. А где? Я понял, что Россия, блядь. В Ставропольском крае России. Ставропольский край России, ребята. Ребята, ключи вид я сниму, как он выглядит. Посмотрите, кто-то из Приволжья привез этот прекрасный дифталар любви 23 года назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кому надо загуглить. 23 года. А посмотрите, какой сохран. Видна полная инструкция. 14 декабря 2019 жителями города на мосту был установлен мировой рекорд. Наибольшее количество человек одновременно стоящих в планке в мире. Да. Прикинь, как развлекаются в Невинномыске. Это вот это Невинномыск? Да, вот они там в планке все стояли. Так они нахуярятся вот такого дифталара любви и, конечно, встают, делают вот эту вот сложную вещь. Ребята, смотрите, инструкция предназначена для обработки открытых частей тела, лица, рук, шеи. Город Невинномыск возник из станицы Невинномыская. Военный историк Потто. Потто? Да. Около 100 лет назад отыскал в Моздокском архиве дело 17804 года, из которого узнал, что некую малую речку, впадающую в Кубань, впредь велено именовать Невинной, поскольку данное ей в бывшем здесь солдатами из устное прозвище было непотребным. Поняли, ребята, этимологию Невыска? Невинная речка, Невинномыск. То есть какая-то Невинная речка, там девственницы купались, подмывались. Здорово. По Тёмкиным местности было дано название Невинный мыс, по господствующей над современным городом в горе. Давай-ка сравним, дай-ка наш современный хуйбалу, наш современный, посмотри. Там есть такое описание, прям подробное, инструкция, меры предосторожности, всё чётко. 23 года назад всё это было, смотри. Как там называется антиквар? Нет, дай наш репеллент, мы положим рядом и покажем советский и наш, российский. Может, нас тоже в Невинномыске, блядь. Так, а там от комаров? Да. У меня вот есть вот такой. Вот тройной. От комаров, от клещей. А есть вот от клещей. Давай сюда вот. Ребята, мы сейчас по краям кладём наши современные, которые мы пользуемся. Потому что мы долбоёбы. В 2020-м. И посередине будет лежать этот... Особенно он. Слушай, ты. И посередине будет лежать этот советский. Из Невинномыска. Ребят, ну вы видите разницу вообще? Сейчас объясню. Посмотрите, вот советский лежит, который мы нашли. 23 года ему. Всё считается. Почему он не советский? В 97-м году не было в Советском Союзе. 17 лет. Но тем не менее, 23, ну ранее российский, Ельцин им брызгался, когда в лес ходил, да? Или тогда не Ельцин был? 97-й Ельцин? Ельцин ещё был, да? Вот Ельцин ходил сюда за грибами с этим... В 91-м он заступил, и что-то 20-го он, по-моему, дежурил. Он побухает, ляжет, набрызгается. Я ухожу. Я сделал всё, что мог. Смотрите, вот этот лежит, посередине которому 23 года. Так посмотрите, всё читается. Я прям с телефона могу всё прочитать, как и вы сейчас. Ну, ребят, вы видите разницу, короче? Или тут, блядь, хуякс всё прочитал, а тут, ёбаный в рот, тут целая летопись. Что на этом, что на этом. Я не показываю, как они называются, потому что вот этот, из Невинномыска, вот этот Дифталар, это уже реклама не будет. Тут, наверное, предприятия такого уже нету. Блядь, сука, Потёмкин поучаствовал. А вот эти-то я не показываю, какие, потому что это реклама будет. Так, может, эта фирма тоже до сих пор существует. Запросто. Ну вот, ребят, смотрите, какой пенёк. Здесь могла быть ваша реклама. Вы пишите мне, нам в комментариях, что вы хотели бы прорекламировать на этом пне. И мы сделаем. Придём и прорекламируем. Прорекламируем. Убираем, но Дифталар не надо убирать. Нахуй, мы его оставим здесь. Не могу обрызгаться? Если побрызгаюсь. Кстати, это, он полный, ребята. Он полный. Что там за жидкость, интересно, через 23 года, блядь? Интересно, интересно, что там за жидкость. Ладно, на следующем привале будет бурима. И, возможно, какие-то стихи сочинила Олеся, да? Да, сейчас. Сегодня всю ночь сочиняла. Вообще. Карандаш слюнявила. Слюнявила карандаш? Так на слюнявила карандаш, что пришла в лес первым делом, что сделала? Обосралась. Всем рассказал, блядь. А я тоже сру. У меня аномальные зоны в каждом лесу. Я захожу в лес, у меня сводит очилла. Сразу я бегу срать. Ну, я за собой закапываю. У меня лопата, посмотри, какая. Иди закопай. Твое? Я его не найду. Даже на металлодетектор, блядь. Блядь, всем рассказал, блядь. Ну, давай теперь я пойду посру, и ты потом всем расскажешь, что я посрал. И мы будем в расчете. Ребята, ставьте лайк за то, чтобы я посрал на камеру. Да ёб твою мать. И подписку за то, что, ну, не знаю. Все, все три человека наши разбегутся, блядь. Ну, ты-то первая лайкнешь, чтобы я посрал на камеру. Давайте, ребят. Блядь, я не видела. Ребят, набираем 15 тысяч лайков, и я не только сру на камеру, в принципе, а... Ну, чё я делаю? 15 тысяч лайков. 15. Четыре, блядь, максимум. Прикинь, 15 тысяч человек ждут, когда же я посру. Это ж круто, ребят. Это вообще пиздец. Огудечка. Ну, и подписку просто за, ну, не знаю. Да, блин, ну, мы все срём. И как, вы не подпишитесь на того, кто срёт так же, как вы? Эта хуйня какая-то. Я подписался, если бы мне сказали. Ну, если бы ты как-то финтиперстого срал. Да, в смысле? А ты как все снял штаны? Нет, смотри, логика. И стоя срёшь. Смотри, логика, все люди срут. А ты понимаешь, даже штаны не снимаешь. Мне кажется, я единственный вот сейчас обращаюсь, да, на Ютьюбе. Все ребята, кто срёт, подписывайтесь на канал. Это кто где-то, ты видела хоть раз, было? А люди все срут. То есть они сейчас все должны подписаться. Ты сейчас оскорбил тех, у кого с этим проблемы. Чем я оскорбил-то? Я предложил ко мне подписаться. Я тоже сру, как они. Но ведь есть люди, у которых проблемы с... Но они всё равно срут. У них есть запоры, что-то. Но когда-то они срут. Кому-то трубку в пол пихают. И это что значит? Они сами не срут. Ну, этим людям я желаю здоровья и счастья. Не, не подписывайтесь. Можете подписаться тоже, мы здесь красивые лица. Там вот все дизлайки будут от тех, кто вот так вот... За что? Кто с трубкой? Да. Ну, я желаю им искренне здоровья. А все, кто нормально срёт, подписывайтесь. Мы будем вместе срать. Давайте соберем. Челлендж, блядь. Вы шлоп нахуй. Невиномыски, блядь, в планке стоят. А мы срать будем, ребята, собираться. Рекорд Гиннессом, блядь, останавливаться. Мы будем собираться в ваших городах и срать. Не, ребят, серьёзно. Давайте, никогда этого нигде не было ни на Ютьюбе. Никогда не срёт. Давайте все, кто срёт, объединимся в конце концов. Пора уже, блядь. Ну, реально, каждый человек срёт. То есть у нас... Давайте, нахуй эти все пидорасы по 20 миллионов подписчиков. За что? За то, что он сидит со своей смысливой харей, бородка вот эта дохуя, блядь. И он там что, орёт на стриме. А я предлагаю реально, ребята, все, кто срёт, подписаться и дружить. Я не сру, я какаю. Ну, испражняешься. Это уже всё такое. Там мы решим, по группам распределимся, кто срёт, кто какает, кто испражняется. Но мы будем одно целое. Мы будем команда. Засрём этот мир, блядь. Мы команда будем. Я жду всех срущих людей в подписчиках, не ебёт. Я считаю, что это нормально. А посмотри, что происходит на Ютьюбе. Блядь, ну срать нормально, говорить об этом, блядь. Подписывайтесь, у меня будут видосы там классные. Не давайте мне подписку, а я просто предлагаю, ребят, давайте дружить. Ты срёшь, человек, ты смотришь, сейчас срёшь. Ты да если досмотрел до 16-й минуты этот видос, ты по-любому срёшь. Ты когда будешь склеивать этот видос, там будет уже не 16-ая минута. Я всё оставлю. Всё как есть. Блядь, меня вырежут. Мы люди, которые срём, мы ничего не боимся, не стесняемся. Мы такие, как есть. Я пошла нахуй в флангку стоять. Ты... Не забыть. А, ты подписалась? Ну, просто лайки. Дрочи его целый вечер, блядь. Лайк, лайк, лайк. Лайк, дизлайк, лайк, дизлайк. Ладно, ребят, нам пора срать, как и вам, наверное. Встретимся, расскажем, поделимся, как у кого чё прошло. Быстрее скажи чё-нибудь, я выключаю. Да нахуй. Понял. Субтитры сделал DimaTorzok.